Привет, мои хорошие! Сегодня мы едем в Солсбери, заберем Алекса, и сегодня, я думаю, будет хороший день. Видите, что у нас получилось? Мне нравится и зеленый, и дак-эг. Ричи говорит, что ему нравится больше дак-эг, поэтому я думаю, что мы нашли компромисс, сделаем дак-эг, который самый правый. Ну все, ребята, сейчас уезжаем в Солсбери, я вон надела на себя 100 куфт, видите, как колобок сейчас немножко, зато тепло. Так, едем в Солсбери, смотрите, какие кругом поля красивые, деревья, все зеленое. Итак, мы приехали, сейчас пойдем вот туда. Смотрите, какие здесь дома старинные, и тут живут люди, видите, какие тут дома. Вот туда идем сейчас. Это главный вход. Пасмурно, правда, сегодня. Ричи говорит, утром хорошо здесь, и когда солнечно. Тут вот такой садик. Ричи увидел сразу же, давай фотографировать. Ну, редко фотографируют, а тут видите. Видимо, такой наподобие что-то хочет сделать у себя. Ну, ребята, не успели приехать, сразу же бежим в кафе. Это мы так с дочкой как-то идем куда-нибудь. И она сразу, мама, я есть хочу, когда мы приезжаем. И вот так же у нас Ричи говорит, хочешь чаю? Ну, а я, конечно, не откажусь. И вот мы тут зашли. Взяли морковный пирог и lemon drizzle пирожные. Ричи кофе взял, я чай. Сейчас посидим и пойдем смотреть царь кафедру. И вот видите, тут даже на русском есть. Короче, вы смотрите, ребят, тут карта. И вот с названиями цифр здесь вот на русском перевод. Что это? Вот поэтому кто сейчас знакомится? Здесь, как обычно, в церквях гробы разные. Ну, это не гробы, это, конечно, я так сказала просто. Короче, здесь похоронены люди. Вот их мемориалы. Показывают, как он был построен, как его строили. Средневековые часы. Описано, что это старейшие в мире. Средневековые часы. Видите, как они были устроены? Вот это третий пункт. Я говорю Южечку, а как можно время-то посмотреть тут? Ну, тикают они, а как узнают время-то? Он говорит, они звонят, наверное, каждый час. Типа сколько часов, столько они раз и звонят. А так, получается, и не увидишь, и не узнаешь, сколько время сейчас. А вот флаги военные. Уже все разлезлись. А вот, смотрите, это купель. Как отражаются окна. А вот эту крысу, видите, вот ее череп слева. Ее нашли рядом с убитым человеком, Вильямом. В общем, она отравилась. То есть, получается, что его тоже отравили. А вот эту крысу, видите, вот эту крысу. Это шпиль собора, видите? А вот эта штука показывала направление ветра. Это свеча, зажженная в честь угнетенных людей и по всему миру. А вот, смотрите, книга 1521 года. Смотрите, какая-то зелень яркая. А вот печать короля в 1215 году. А вот здесь хранится документ магна-карта. Это первый документ о свободе, о правах человека и так далее. А тут вот показывают, на чем писали такие документы раньше. Видите? На коже животных. И вот такими вот ручками. Правда, отсвечивает. Смотрите, какое величественное здание. И вот здесь, возле этой церкви, да, возле кафедрального собора, вот видите, вот такой вот памятник стоит. И здесь возле него приносили люди цветы и разные растения. Смотрите, у кого в горшочках, у кого в корзинке. Тоже необычно. Комнатные цветы, видите? Вот тоже, видите, какие дома интересные здесь. Здесь речь и говорит свежий фарф всегда. И я вот чувствую, это пахнет вкусно. Таким филисом. Купили вот мешочек разных кусочков. Шоколадных, ванильных. Там столько всяких разных видов. Будем пробовать. И идем дальше. Сейчас зашли вот в такой парк. Там пруд. Красота. Посидели немного на лавочке. И сейчас идем встречать Алекса на станцию. Вот смотрите, здесь такие лавочки. Это традиция такая, когда кто-то умрет у людей. Вот они, например, любили бывать в этих местах. И вот они заказывают лавочку. И тут подписывают ее, видите? И вот так вот все лавочки здесь, которые есть, они с вот такими табличками, с надписями. Кому это посвящается? Мне кажется, это хорошая традиция. Вот, видите, тоже. Тоже другая лавочка. И вот так они, вон, все тоже с табличками. Смотрите, какие цветы чем-то похожи на тюльпаны. Помните, я вам показывала, ребят, когда деревья на домах. Вот они вот так вот свисти начинают. Рича говорит, еще больше будет свисти. Красиво, да? Смотрите, как она цветет красиво. Вот мы пришли на станцию. Сейчас встретим Алекса и поедем домой. Сейчас встретили Алекса. Идем к машине и едем домой. О, смотрите, тележка встанула. Мы сейчас идем вот здесь по такому месту красивому. И, вон, видите, тележка магазинная. Кто-то утопил ее. Короче, вот я, знаете, что-то мне мой YouTube, он создает мне проблемы. Настроение мне портит. И может даже испортить... Если начать слушать советы, то можно даже просто разрушить свою личную жизнь, на самом деле. Поэтому вообще это, на самом деле, не шутки. Особенно вот для меня. Вот если я стараюсь быть честной, открытой. И в итоге вот так это все мне выходит вот таким боком. Сегодня на ужин заказали пиццу. И вот сейчас ужинаем в семью. Все, всем пока.